Всем привет! Продолжаем знакомиться с книгой «Совершенный код» Стива МакКоннелла. И сегодня начинается новый такой раздел, который включает в себя четыре главы. Этот раздел под общим названием «Системные вопросы». И первая глава в этом разделе – «Как размер программы влияет на конструирование». Ну, что ж, начнем. Масштабирование в области разработки программного обеспечения – это не просто вопрос увеличения составных частей небольшого проекта. Допустим, вы разработали программный комплекс «Гигатрон», содержащий 25 тысяч строк кода за 20 человеком месяцев, и нашли 500 ошибок во время производственного тестирования. Допустим, «Гигатрон 1.0» имел успех так же, как и «Гигатрон 2.0». И вы начали работу над «Гигатрон Делюкс», значительно улучшенной версией программы, которая предположительно будет состоять из 250 тысяч строк кода. Хотя ее размер в 10 раз превышает размер начальной версии, «Гигатрон Делюкс» потребует не 10-ти кратных усилий при разработке, а 30-ти кратных. Более того, 30-ти кратные затраты не означают 30-ти кратных затрат только на конструирование. Возможно, потребуется потратить в 25 раз больше усилий на конструирование и в 40 на архитектуру и системное тестирование. Точно так же вы не получите 10-ти кратный прирост ошибок. Он может быть 15-ти кратным и даже больше. Если вы привыкли работать над маленькими проектами, то ваш первый проект среднего или большого размера может вырваться из-под контроля, превратившись в необузданного зверя. Вместо благоприятного исхода, который вы себе представляли. Эта глава рассказывает, какие виды хищников можно встретить и где найти хлыст и кольцо для их украшения. С другой стороны, если вы привыкли работать с большими проектами, то используемые вами подходы могут оказаться слишком формализированными применительно к малым задачам. Эта глава описывает, как сэкономить, чтобы предохранить небольшие проекты от обрушения под грузом накладных расходов. И первая подглава, это была вводная первая подглава, называется «Взаимодействие и размер». Если вы единственный человек, работающий над проектом, то единственное направление взаимодействия проходит между вами и заказчиком, если не считать путь между левым и правым полушариями вашего мозга. С ростом числа участников проекта увеличивается и число вариантов взаимодействия. Причем, это число растет не аддитивно в соответствии с количеством людей, а мультипликативно, пропорционально квадрату числа участников. И вы это можете сейчас наблюдать на экране. Схематически, ну то есть, количество вариантов взаимодействия растет пропорционально квадрату числа участников команды. И вы видите взаимодействие двух программистов, трех, четырех, пяти, и варианты взаимодействия десяти программистов. Как вы видите, в проекте с двумя участниками только одно направление взаимодействия. Проект с пятью участниками содержит десять возможных вариантов. В проекте с десятью участниками может быть сорок пять направлений, при условии, что каждый человек может контактировать с любым другим. Десять процентов проектов, в которых занято пятьдесят или более программистов, содержит минимум 1200 потенциальных вариантов. Чем больше путей взаимодействия, тем больше времени вы тратите на общение, и тем больше вероятность появления ошибок в процессе взаимодействия. Проекты большого размера требуют принятия организационных мер, которые упорядочивают взаимодействие или существенно его ограничивают. Типичный подход к упорядочению взаимодействия состоит в его формализации с помощью документов. Вместо непосредственного общения 50 человек друг с другом в любом возможном сочетании, эти 50 человек пишут и читают документы. Некоторые документы текстовые, некоторые графические, некоторые напечатаны на бумаге, а некоторые хранятся в электронной форме. И новая подглава – диапазон размеров проектов. Является ли размер проекта, над которым вы работаете, типичным? Широкий диапазон размеров проектов означает, что вы не можете считать типичным никакой из возможных размеров. Одним из способов оценить размер проекта служит оценка численности команды разработчиков, работавших над этим проектом. И вот как примерно выглядит процентное соотношение всех проектов, выполненных командами разных размеров. Так, и что мы здесь видим? Размер команды – 13 разработчиков, и примерно доля проектов – 25%. То есть больше всего у нас в процентном соотношении проектов, которых команда разработчиков состоит из 410 людей, я так понимаю. Один из неочевидных аспектов информации о размерах проектов заключается в различии между процентным соотношением проектов разной величины и числом программистов, работающих над проектами каждого размера. Поскольку над большими проектами работает больше программистов, чем над маленькими, то в них занят больший процент всех программистов. И приведем приблизительную оценку процентного соотношения количества программистов, работающих над проектами разного размера. И вы видите вторую табличку. Новая подглава – влияние размера проекта на возникновение ошибок. Размер проекта влияет как на количество, так и на тип возникающих ошибок. Вы могли и не предполагать, что тип ошибок также подвержен влиянию. Но с ростом размера проекта обычно все больший процент ошибок можно отнести к просчетам в технических требованиях и проектировании. И это вы схематически можете сейчас увидеть на экране. При увеличении размера проекта обычно возрастает количество ошибок, возникающих из-за просчетов в технических требованиях и проектировании. И все же иногда ошибки в основном возникают при конструировании. В маленьких проектах ошибки конструирования составляют до 75% найденных ошибок. Методология меньше влияет на качество кода, а наибольшее влияние на систему часто оказывает мастерство индивидуума, разрабатывающего эту программу. В больших проектах ошибки конструирования могут сократиться примерно до 50%. Все остальные можно отнести к ошибкам в требованиях и архитектуре. По-видимому это связано с тем, что в больших проектах разработке требований и архитектурному проектированию нужно уделять больше времени. Поэтому при выполнении этих операций пропорционально возрастает и вероятность возникновения ошибок. Однако в некоторых очень больших проектах доля ошибок конструирования остается высокой. Иногда даже в системах с 500 тысячами строк кода 75% ошибок можно отнести к области конструирования. Аналогично изменению типа при увеличении размера проекта меняется и количество ошибок. Вы могли ожидать, что проект превышающий другой вдвое закономерно содержит вдвое больше ошибок. Но на самом деле плотность дефектов это число ошибок на 1000 срок кода и плотность возрастает. Вдвое больший продукт содержит более чем в два раза больше ошибок. И это вы сейчас видите в табличках. Точнее в табличке. Данные для этой таблицы получены на основе специализированных проектов. И эти числа могут иметь мало общего с данными проектов, над которыми вы работаете. Однако в качестве моментального снимка для отрасли они весьма показательны. Число ошибок значительно возрастает при увеличении размера проекта. И очень большие проекты имеют до 4 раз больше ошибок на 1000 строк кода, чем маленькие. Для достижения одинакового соотношения ошибок в больших проектах придется приложить больше усилий. Новая подглава. Влияние размера проекта на производительность. Когда речь заходит о размере проекта, производительность имеет много общего с качеством программного обеспечения. При небольших размерах, 2000 строк кода и менее, наибольшее влияние на производительность оказывается мастерство отдельного программиста. С увеличением размера проекта все больше на производительность начинает влиять численность команды и организация. Насколько большим должен быть проект, чтобы численность команды разработчиков стала влиять на производительность? В Prototyping vs Specifying a Multiproject Experiment, Bomb, Gray и Seaworld сообщали, что команды меньших размеров выполняли проекты с производительностью на 39% выше, чем более многочисленные команды. Какой же размер команд? 2 человека для маленьких проектов и 3 для больших. Эта таблица позволяет получить представление о взаимосвязи между размером проекта и производительностью. Производительность в значительной степени определяется видом программного обеспечения, над которым вы работаете. Квалификация персонала, языком программирования, методологией, сложностью продукта, программной средой, инструментарием, способом подсчета строк кода, тем, как усилия по поддержке, не относящиеся напрямую к программированию, переводятся в количество строк кода на человека в год и другими факторами. Поэтому конкретные цифры этой таблицы очень сильно отличаются. Однако тенденция, представленная этими числами, очень показательна. Производительность в малых проектах может быть в 2-3 раза выше, чем в больших, а разница в производительности между самыми маленькими и самыми большими проектами может достигать в 5-10 раз. Новая подглава. Влияние размера проекта на процесс разработки. Если вы работаете над проектом в одиночку, то наибольшее влияние на его успех или провал оказываете вы сами. Если вы работаете над проектом, в котором заняты 25 человек, то потенциально все еще можете оказывать наибольшее влияние. Но скорее всего отдельный человек не может присвоить себе такое достижение. На успех или провал сильнее будет влиять организация. Соотношение между выполняемыми операциями и размером. По мере того, как растет размер проекта и увеличивается необходимость формальных взаимодействий, меняются и виды операций, выполняемых в проекте. Соотношение операций в процессе разработки для проектов различных размеров вы можете увидеть так. То есть это можно представить так. Конструирование преобладает в маленьких проектах. Проекты большего размера требуют больших затрат на архитектуру, интеграцию и системное тестирование. Работа по составлению технических требований на этой диаграмме не показана, потому что в отличие от других операций, эти усилия не зависят от размера программы напрямую. В малых проектах конструирование является наиболее заметной частью проекта. На него приходится до 65% всего времени разработки. В средних по величине проектах конструирование все еще доминирует, но его доля снижается до 50% от всех трудозатрат. В очень больших проектах архитектура, интеграция и системное тестирование занимают все больше времени и доля конструирования становится все менее заметной. Короче, при возрастании размера проекта, доля конструирования в общих затратах уменьшается. Этот график, который вы сейчас видите, выглядит так, будто его продолжение вправо конструирование исчезнет совсем. Как будто при его продолжении вправо конструирование исчезнет совсем. Потому, чтобы не остаться без работы, я ограничился размером 512к. Доля конструирования снижается, потому что с ростом размера проекта все составляющие конструирование, а это проектирование, кодирование, отладка и модульное тестирование пропорционально масштабируются. Однако затраты на другие виды деятельности растут гораздо быстрее. В близких по размеру проектах будут выполняться примерно одинаковые операции. Однако при расхождении в размерах виды выполняемых операций тоже начнут различаться. Как сказано во вступлении к этой главе, если Гигатрон Делюкс в 10 раз больше начального, Гигатрон Гигатрона потребует в 25 раз больше затрат на конструирование, в 25-50 раз больше на планирование, в 30 раз больше на интеграцию и в 40 раз больше на архитектуру и системное тестирование. Соотношение между видами деятельности изменяется, потому что при разных размерах проекта разные виды деятельности становятся критическими. Барри Том и Ричард Тернер выяснили, что расходы на проработку архитектуры в пределах 5% от общей стоимости проекта позволяют минимизировать затраты для проектов, содержащих примерно 10 тысяч строк кода. Но наилучшие результаты можно получить, если в проектах размером в 100 тысяч строк кода израсходовать на архитектуру 15-20% средств. Далее приведены виды деятельности, затраты на которые с ростом размера проекта увеличиваются нелинейно. И, а именно, первое, взаимодействие, второе, планирование, третье, управление, четвертое, разработка требований, пятое, функциональное проектирование системы, шестое, проектирование и спецификация интерфейса, седьмое, архитектура, восьмое, интеграция, девятое, удаление дефектов, десятое, системное требование и последнее, документирование. Независимо от размера проекта, некоторые технологии всегда имеют большое значение. Дисциплинированная практика кодирования, проверка проекта и кода другими разработчиками хороший инструментарий в использовании высокоуровневых языков. Эти приемы представляют ценность маленьких в проектах и бесценны в больших. Программы, продукты, системы и системные продукты Не только количество остров кода и размер команды влияют на размер проекта. Более тонкое воздействие оказывают качество и сложность окончательной версии программного продукта. Для создания отладки первой версии Gigatron мог потребоваться всего месяц. Это была отдельная программа, написанная, протестированная и задокументированная одним человеком. Если Gigatron длиной 2500 строк занял один месяц, то почему окончательный вариант Gigatron длиной 25000 строк потребовал 20 месяцев? Простейший вид программного обеспечения – это отдельная программа, используемая человеком, ее написавшим или несколькими другими. Более сложный вид программы – это программный продукт, предназначенный для использования другими людьми, а не самими разработчиками. Программный продукт используется в средах, отличающихся от той, в которой этот продукт был создан. Он тщательно протестирован перед сдачей в эксплуатацию, задокументирован, и другие люди могут осуществлять его сопровождение. Разработка программного продукта стоит примерно втрое дороже разработки программы. Другой уровень сложности требуется и для разработки пакета программ, работающих вместе. Такой пакет называется программной системой. Разработать систему гораздо сложнее, чем простую программу, из-за сложности разработки интерфейсов между отдельными частями и необходимости интеграции этих частей. В целом система также примерно втрое дороже, чем простая программа. Создание системного продукта предполагает наведение глянца, присущего продукту, и наличие нескольких частей системы. Системный продукт примерно в 9 раз дороже простой программы. Не учитываемые различия в сложности и глянце между программами, продуктами, системами и системными продуктами и являются частой причиной ошибок в оценках. Программисты, использующие свой опыт в написании программ для составления плана создания программного продукта, могут ошибиться в меньшую сторону примерно в 10 раз. Если вы воспользуетесь своим опытом в написании 2000 строк кода, чтобы оценить, сколько времени займет разработка программы длиной в 2000 строк кода, ваши расчеты будут учитывать только 65% времени, необходимого для выполнения всех операций по созданию программы. Написание 2000 строк кода не занимает столько же времени, сколько создание целой программы, состоящей из 2000 строк кода. Если вы не учитываете время, затрачиваемое не на конструирование, разработка займет на 50% больше времени, чем вы рассчитывали. При увеличении проекта, конструирование требует все меньшей доли общих затрат. Если вы основываете свои расчеты только на опыте конструирования, оценочная ошибка растет. Если вы использовали свой опыт написания 2000 строк кода для оценки времени, необходимого для разработки программы длиной 32000 строк кода, ваша оценка будет включать только 50% от необходимого времени. Весь процесс разработки может занять на 100% больше времени, чем вы предполагали. Ошибку в оценке можно полностью приписать вашему непониманию влияния размера на разработку больших программ. Кроме того, если вы не учли дополнительных усилий по наведению лоска, в отличие от простой программы, оценочная ошибка может легко увеличиться в 3 или более раз. Методология и размер. Например, методология используется в проектах любых размеров. В маленьких проектах методология скорее случайна и инстинктивна. В больших она скрупулезна и тщательно спланирована. Порой методология бывает столь неопределенной, что программисты даже не подозревают, что ее используют. Некоторые программисты доказывают, что методология лишена гибкости. Поэтому они не будут ее использовать. Хотя они могут не использовать методологию сознательно, любой подход к программированию состоит из методологии, независимо от простоты этого подхода. Обычный утренний подъем и поездка на работу является рудиментарной методологией, хотя и не слишком вдохновляющей. Программисты, отказывающиеся использовать методологию, на самом деле просто не используют ее явно. Куда ты от нее денешься? Формальный подход не всегда доставляет удовольствие. А если он применяется неправильно, накладные расходы могут поглотить получаемые от него преимущества. Однако возрастающая сложность больших проектов требует более осознанного отношения к методологии. Строить небоскреб и собачью будку нужно по-разному. То же относится и к программным проектам разных размеров. В больших проектах случайный выбор методологии не соответствует задаче. Успешные проектировщики выбирают стратегии для больших проектов осознанно. В светском обществе, чем формальнее события, тем более неудобную одежду нужно надевать. Высокие каблуки, галстук и т.д. В разработке программного обеспечения, чем формальнее проект, тем больше бумажных документов необходимо создать, чтобы убедиться в том, что вы выполнили ваше домашнее задание. Кейперс Джонс указывает, что в проекте длиной в 1000 строк кода примерно 7% затрат приходится на бумажную работу. Тогда как в проекте в 100 000 строк кода затраты на бумажную работу увеличиваются в среднем до 26%. Эта работа проводится не из чистой любви к писанине, она является прямым результатом интересного феномена. Чем больше человек вам приходится координировать, тем больше требуется документов. Вы не создаете эти документы ради самого факта их существования. Смысл написания плана управления конфигурацией, например, не в том, чтобы потренировать пальцы рук, но в том, чтобы заставить вас тщательно продумать управление конфигурацией и объяснить ваш план любому желающему. Документация – это осязаемый побочный эффект, проделанный вами реальной работе по планированию и конструированию системы. Если вам кажется, что вы делаете это ради проформы и пишете обобщенные документы, значит что-то не в порядке. Больше не значит лучше, во всяком случае в том, что касается методологии. В своем сравнении быстрых и четко спланированных вариантов методологии Барри Бом и Ричард Тернер предупреждают, что обычно лучше сначала создать небольшие методы, а затем промасштабировать их для большого проекта. Чем начать создание универсального метода, а затем урезать его для маленького проекта? Некоторые ученые-мужи в области программного обеспечения говорят о легковесной и тяжеловесной методологии, но на практике главное – это учесть конкретный размер и тип вашего проекта, а затем найти правильновесную методологию. Ну и эта глава заканчивается, и под конец у нас, как всегда, ключевые моменты. С ростом размера проекта проявляется необходимость поддерживать взаимодействие. Смысл большинства подходов к методологии состоит в уменьшении проблем взаимодействия, поэтому методология должна жить или умереть в зависимости от ее вклада в облегчение взаимодействия. При прочих равных производительность в больших проектах будет ниже, чем в маленьких. При прочих равных большие проекты будут содержать больше ошибок на тысячу строк кода, чем маленькие. Деятельность, которая в малых проектах сама с собой разумеется, в больших проектах должна тщательно спланирована. С ростом размера проекта конструирование занимает все меньшую ее часть. Увеличение масштаба легковесной методологии обычно работает лучше, чем уменьшение масштаба тяжеловесной. Наиболее эффективный подход состоит в использовании правильновесной методологии. Ну и на этом эта глава закончилась. В следующий раз мы продолжим книгу с главы, которая называется «Управление конструированием». Поэтому всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем и все такое. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok